Эта тема важна не для всех покупателей, но обойти ее вниманием в проекте, посвященном испанской недвижимости, решительно невозможно. Конечно, ВНЖ. Конечно, связь между покупкой недвижимости и правом жить в стране. Но мы коснулись не только правил. Саша, но об испанских золотых визах сказано и написано уже столько, что, кажется, и добавить-то нечего. Тем не менее, интерес к программе, насколько я понимаю, нисколько не снижается или все-таки снижается? Интерес к программе растет. На сегодняшний день спрос настолько велик, что практически каждый объект, который был приобретен выше 500 тысяч евро, каждый собственник хочет получить эту визу для себя и для своей семьи. Хотя вот раньше так было, что года два назад, например, те же самые россияне, украинцы, белорусы, покупая на 500 на 600 тысяч, они говорят, нам это не надо, надобности в этом нет. На сегодняшний день спрос есть. Давай тогда несколько слов о базовых параметрах. Что нужно сделать, чтобы претендовать на золотую визу? Начнем с того, что в 2013 году, в конце года, вышел этот закон, который гласит о том, что все инвесторы, которые потратили деньги на недвижимость свыше 500 тысяч или же положили на депозит 2 миллиона евро, имеют право на эту визу инвесторов. На самом деле, эта виза не вид на жительство, а вот эту визу можно поменять на вид на жительство. Например, если вы покупаете недвижимость в Испании и есть время остаться здесь в течение месяца, вот куплю-продажу мы сделали сегодня, и есть месяц на то, чтобы здесь пожить и сделать документ, то можно сразу получить вид на жительство, не визу, а вид на жительство прямо здесь на 2 года справно работать. По твоему опыту, насколько эта процедура формальная, насколько она отлажена? На сегодняшний день уже все четко отлажено, потому что сами клиенты уже готовы, едут сюда, в полиции в Испанской все готовы, знают, что зачем сделается, и это делается очень быстро на самом деле. Первое время это длилось по закону 10 дней, а они могли делать и месяц, и два, и три. Сейчас все четко, подали документы, рассмотрение, выдали все. Какие требования к недвижимости предъявляются по этой программе? Это может быть новострой, это может быть вторичка, или это может быть объект, который еще только находится в стадии строительства? Здесь тоже внесли изменения, и сейчас на сегодняшний день возможно приобретать разные недвижимости. Допустим, вы купили квартиру когда-то в 2014 году за 100 тысяч, потом купили в 2015 году, в 2018, эти суммы можно суммировать и использовать для получения этой визы. Но еще немаловажный фактор, это обязательно условие, чтобы не использовалась ипотека. Если ипотека существует, то тогда человек не может получить эту визу. Но есть еще один выход, когда человек покупает дом за миллион, платит 500 тысяч своих собственных средств, и 500 берет в ипотеку, то можно получить под это золотую визу. Насколько она выдается и как продлевается? Она выдается, есть несколько способов, если вы эту визу получаете у себя в стране, она выдается на год, потом продлевается она на два, на два и на пять. Ты сказал, что эту визу можно получить у себя в стране, но по практике люди приезжают в Испанию и здесь ждут какое-то время и получают ее, или по-разному? Многие компании на сегодняшний день, продав какую-то недвижимость дорогую, или которые делают вид на жительство, делают ее бесплатно. Соответственно, когда, например, наша компания продала какую-то квартиру, какой-то дом дорогой, или набрал человек у нас, купил там 3-4 объекта, и мы, конечно, ему сделаем этот вид на жительство бесплатно, и обычно они остаются здесь подождать легче и получить сразу вид на жительство на два года, нежели получать ее в своей стране, ходить сдавать. Здесь ничего не надо, здесь надо просто пожить и все. Насколько я понимаю, нет принципиальной разницы, когда именно ты купил недвижимость. То есть ты можешь купить недвижимость за 500 с лишним тысяч вот сейчас, и подать на ВНЖ, допустим, через год, через два. Абсолютно верно. Абсолютно верно, потому что никто вас не обязывает получить ответ на жительство, и право остается всегда. На момент подачи на визу необходимо, чтобы недвижимость принадлежала тебе. Все, больше ничего. А когда это будет, все равно. Здесь давайте сделаем небольшую паузу. Посмотрим вместе с нами один из многочисленных золотых примеров. Саш, ну, ей-богу, ведь не для аренды. То есть на такое смешно зарабатывать. Она уже принадлежит тем, кто уже давно заработал. Ну, я скажу, есть для аренды определенная ценовая категория, потому что данная вилла, допустим, стоит 800 тысяч. И чтобы их вернуть в аренде, надо 100 лет сдавать ее в аренду. Сам понимаешь, это нет смысла. Вот этот вариант для себя, ну и, соответственно, цена позволяет. Можно и под вид на жительство. Вид на жительство однозначно здесь готов, потому что люди, которые покупают недвижимость выше 500 тысяч, получают автоматически, если захотят, золотую визу или вид на жительство с возможностью права на работу. Какой в порядок действий? Вот, окей, я приезжаю. Нужно ли мне еще до того момента, как я начал приобретать какую-то недвижимость дороже 500 тысяч, уведомить своего партнера, что я буду получать, вернее, я планирую получать золотую визу? Или по большому счету это можно сделать и потом? Ну, очень важно, потому что бывает так, что дома продаются, к примеру, за 515 тысяч, а туда внесено уже и часть мебели. И когда в купле-продаже мы обнаружим, что в стоимости будет указано 499 плюс мебель, то, сами понимаете, лучше предупредить своего риэлтора о том, что, Александр, например, я хочу купить и получить золотую визу. Тогда мы рекомендуем, какие действия необходимо сделать, какие документы с собой сразу привезти, чтобы мы могли единоразово здесь за один приезд сделать сразу и покупку, и вид на жительство. Тогда логичный вопрос, какие документы мне нужно привезти заранее, чтобы я приехал, приобрел и в максимально короткие сроки ВНЖ получил? На самом деле документы это движение по счету в вашем банке, чтобы показать, как деньги зашли в испанский банк, легальность ваших денег доказать и по большому счету все. Ну, как раз легальность твоих средств, это такой вопрос довольно болезненный. Вот по твоему опыту можешь привести несколько примеров, что значит человек успешно доказал и что значит человек не смог доказать? На самом деле это формальность, это не основа, потому что если деньги находятся уже в испанском банке и человек с испанского банка купил эту недвижимость в Испании, то значит деньги уже легальны. И соответственно просто показываются справки о доходах за последний год-два, которые предоставлялись в прошлом году, а то может быть и за прошлом году предоставлялись и деньги в это время переводились. Этого достаточно, это по большому счету условность. То есть вот это закон об отмывании денег, о котором так говорят? Только банки контролируют, только банки контролируют серьезно, банки контролируют очень серьезно. Как это происходит? Что значит они контролируют серьезно? Что они от тебя потребуют? Вы предоставляете справку о доходах из своей страны. Некоторые банки требуют даже, чтобы эти справки были апостелированы, любые документы были апостелированы, движение по счету из банка предоставить, чтобы видно было, что зарплату, которую вы получаете, она приходила к вам на счет. Правильно ли я понимаю, что потенциальные трудности, если возникнут, то не в тот момент, когда человек уже покупать что-то будет, а еще до того, когда он будет открывать счет и пытаться переводить деньги в испанский банк? Совершенно верно. Возникают моменты, на которые необходимо обратить внимание в самом начале, когда мы открываем человеку счет, а перед открытием, для открытия счета в испанском банке, необходимо предоставить именно эти справки о доходах, показать, откуда взялись деньги, возможно, вы продали какую-то недвижимость в своей стране, получили в дар какие-то деньги, это тоже доказуемо, получали доход от, например, аренды, сдавая недвижимость свою в своей стране. Все эти бумаги максимально желательно предоставить. Вообще все, которые даже были купли-продажи, сделаны 2-3 года назад, потому что со временем, когда у вас на счету появится 500 тысяч, а потом со временем вы еще там 100-200 тысяч заведете для того, чтобы здесь жить на эти деньги, то испанская налога может задать вам вопрос. Чтобы этого не было, максимально много справок надо собрать в этом случае и оставить у себя в банке. И когда запрос налоговая сделает, она сделает прежде всего на ваш расчетный счет в банке, и банк предоставит копии, и этого будет достаточно. Вы даже об этом знать не будете. И тогда вопрос, связанный с обязанностями. Вот что ты должен сделать, чтобы действительно Испания и к продлению, к моменту продления считала тебя абсолютно лояльным, законопослушным, и без проблем тебе на жизнь стала продлила? На момент продления данной визы недвижимость должна быть в собственности. У нас были даже случаи, когда человек первую визу делал на 2 года, потом он в течение этих двух лет продавал свою недвижимость, эти деньги запускал в оборот, он покупал, продавал, покупал, продавал, строил, потом к моменту продления он опять купил на 500 тысяч, показал договор купли-продажи, ему продлили, он опять продал и дальше начал крутить деньги. Здесь в Испании, эти деньги крутили здесь в Испании. Один у нас, конечно, вывел сразу, отсюда из Испании, вывел к себе в Россию, опять там покрутил и вернул их назад через 2 года. То есть что происходит с этими деньгами в течение двух лет, испанцев по большому счету не вернут? Ну и в конце отчасти философский, но весьма практический вопрос. Несколько слов о правах и обязанностях. Зачем вообще получать вид на жительство в Испании? Вид на жительство в Испании многие наши клиенты получают для того, чтобы лечить своих родителей, для того, чтобы учить своих детей, для того, чтобы жить и проживать в этой дальней стране. Но при этом ведь вид на жительство в случае, если ты приобретаешь недвижимость дороже 500 тысяч, не обязывает тебя жить в Испании? Да, конечно, это отличается от других видов на жительство, которые дает Испания. Это самый лояльный вид на жительство, потому что собственник, который приобрел недвижимость и получил этот вид на жительство, он может здесь находиться хотя бы хоть один день. А по другим видам на жительство, которые дает Испания, обязывает больше 180 дней находиться в этой стране. Ну, о других видах на жительство мы с тобой, безусловно, еще поговорим отдельно. Это вид на жительство без права на работу. Я думаю, что это надо сделать отдельную серию, чтобы рассказать более подробно, как это делается. Сказано, сделано. Подписывайтесь на наши обновления и смотрите в следующей серии.